Терра. Литера. Терра. Литера. Терра. Литера. Терра. Литера Терра с Григорием Аросевым – это путеводитель по литературе. О лучших русскоязычных и немецкоязычных авторах рассказывает писатель и журналист, главный редактор литературного журнала «Берлин берега» Григорий Аросев. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире Григорий Аросев и передача «Литера Терра». Новогодние праздники позади, и я надеюсь, что среди подарков вы обнаружили и хорошие книги, которые украсят или уже украшают вашу жизнь. Наш сегодняшний герой – российский писатель Ольга Александровна Славникова, лауреат русского букера 2006 года. И в самом начале я расскажу интересную, забавную историю о ее, вероятно, самой известной книге – романе «Легкая голова». Подробнее мы о нем обязательно скажем чуть позже. Так вот, изначально роман был опубликован в одном из московских литературных журналов, и некий критик, имя которого я называть не буду, потому что это, в принципе, очень хороший авторитетный критик, настолько возмутился текстом, что быстро написал отрицательную рецензию на него, на этот роман. Конфуз же, однако, заключался в том, что критик этот не понял, что роман печатался с продолжением. Он прочитал только первую часть и решил, что это уже конец. Но Ольга Славникова давно всех приучила, что от ее текстов можно ожидать чего угодно, в том числе финала там, где его быть не может. Терра. Литера Терра. Томанченко. Ольга Славникова родом из Свердловска, ныне Екатеринбурга. По образованию она журналист, работала в издательстве, а затем в литературном журнале «Урал», одном из лучших литературных журналов в стране. Именно в «Урале» состоялся ее авторский дебют, а именно в 1988 году там была напечатана повесть «Первокурсница». После этого Славникова взяла паузу почти на 10 лет и только в 1997 году снова заявила о себе романом с чуть длинным названием «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки». Этот роман о взаимоотношениях матери и дочери, живущих вместе. Читатель медленно погружается в тихий ужас повседневного сосуществования людей, которые одновременно любят и ненавидят друг друга. И тут важен не только быт, и даже не столько быт, сколько мысли, чувства, хотя вся борьба, все противостояние двух людей скрыты за внешними приличиями. И для того, чтобы понять, как же обстоят дела на самом деле, нужен чуть ли не вооруженный взгляд. И как раз на это и намекает название романа Ольги Славниковой «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки». Именно вооруженный глаз способен углядеть, как красивая, грациозная «Стрекоза» превращается в страшного, прожорливого хищника. Это книга о том, как не надо ни жить, ни поступать, ни умирать. Мать и дочь, причем дочь уже отнюдь не юная и не прекрасная, мучаются друг с другом и каждая с собой, не представляя, в чем заключается счастье. Дочь родилась нежеланной и нелюбимой. И, конечно, это вряд ли может хорошо закончиться. Сама дочь Катерина никаких надежд не оправдала, а мать, хоть и по большому счету дочь терпеть не может, не может ее и отпустить. Ибо связаны они все равно крепко. Сейчас кажется, что поднимать такие темы уже немного неактуально, не модно. Однако я напомню, что этот текст Ольги Славниковой был опубликован 20 лет назад, а начат и того раньше. Так что конкретно тогда описывать затхлый и крайне неприятный мир, мир, в том числе мир женщин, ворившихся в безнадеге и аду, в том числе постсоветской безнадеге и постсоветском аду, было не то, что модно. Это было самым настоящим прорывом. Книги, например, Марины Степновой и Людмилы Улицкой к тому моменту еще не были написаны, так что Ольга Славникова в романе «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» была одним из первооткрывателей этой, без преувеличения, важнейшей темы. Следующий текст Славниковой, на котором мы остановимся, это роман с интересным названием «2017» или «2017» пишется цифрами. Имеется в виду, конечно же, год, и при этом роман этот был опубликован за 12 лет до того, в 2005 году, а в 2006, как мы говорили, Славникова получила за этот роман русского букера. Жанр книги – новый мистический реализм, и она, книга эта, вызвала самые полярные отклики, в том числе из-за сложности и густонасыщенности текста. Главный герой книг – Иван Крылов, огранщик камней, а его друзья, которых называют хитниками, члены закрытого клана, они добывают драгоценные камни и думают только об этом. Любимая женщина Крылова не называет своего имени, он не знает ее адреса, хотя у него есть ключи от ее квартиры. В книге провозглашается, что жизнь – это игра, это вызов Фатуму, а любой день может оказаться последним. Действие, как можно понять из названия, проходит в 2017 году, и на улицах города активисты разыгрывают театрализованные сражения красных и белых, которые перерастают в результате в настоящий переворот. Ну, как мы видим, прогнозы не сбылись, хотя, может быть, это даже и были не прогнозы, но смысл текста, конечно же, в любом случае не в этом. Роман 2017 – это первый и очень удачный опыт в истории новейшей русской литературы, когда сливаются блестящий, витиеватый и очень изысканный стиль письма и лихо-остро закрученный сюжет, естественно, с вкраплением этого самого мистического реализма. Авторитетный критик Лев Данилкин тогда назвал Славникову писателем, далее два слова цитата, «озабоченным стилем», а сцены из книги очень хорошо сделанными. Ну, а уральский патриот Алексей Иванов назвал роман Славниковой самым необычным и значительным текстом о Екатеринбурге. И хотя у Ольги Славниковой только что вышел новый роман под названием «Прыжок в длину», я его даже прочитал, но времени на его осознание мне пока не хватило, поэтому о нем мы, возможно, поговорим в одной из следующих передач. А сегодня мы еще успеем поговорить о романе, с которого мы начали, о романе «Легкая голова». Поначалу он может немного расстроить, потому что его сюжетная завязка почти полностью повторяет сюжет пьесы швейцарца Фридриха Дюренмата «Визит старой дамы». И там, и там главного героя уговаривают покончить с собой ради каких-то благих, хотя очень сомнительных целей. Героя Славниковой зовут Максим Т. Ермаков. «Т» — это, по идее, отчество. Он успешный менеджер компании, которая продает шоколад. И вот Ермакова начинают уговаривать застрелиться. Он, конечно, отказывается, и против него в прямом смысле слова обрушивается весь мир. Не могу сказать сознательно или случайно Славникова взяла завязку Дюренмата. Однако настойчивый читатель будет вознагражден. Читатель, который преодолеет начало книги, потому что в некий момент легкая голова резко переходит, уходит в сторону метафизики. И тут-то, собственно говоря, роман и начинается. Размышления о провинциальном детстве, о провинциальной юности, о Москве-реке, о метро, появление деда главного героя, абзацы о свободе. Все это, как мне кажется, просто потрясает. Ну, а финал так и просто бьет на повал. Хотя, конечно, я не скажу, какой там финал. Если выбирать для прочтения одну книгу Ольги Славниковой, я бы рекомендовал именно «Легкую голову». «Мистика» давно стала для русской литературы вещью вполне конвенционной, начиная с «Пиковой дамы». И Ольга Славникова «Мистикой» тоже активно пользуется. «Мистикой», но при этом не переходя в религиозность. В ее текстах жизнь людей то и дело подвергается вторжениям со стороны сил явно нечеловеческого происхождения. Это ни в коем случае не фантастика, но и бытописателем Ольгу Славникову назвать сложно. Она искусно вплетает в самые стандартные ситуации, в самые нестандартные сюжетные повороты. И как раз это сочетание, помноженное на ее редкий талант стилиста, и делает ее одним из самых выдающихся авторов нашего времени. Через неделю мы с вами поговорим об Андрее Дмитриеве, не громком и не самом публичном человеке, но очень сильном писателе. А я, меня зовут Григорий Аросев, прощаюсь с вами до следующей недели и желаю вам хорошего настроения и хороших книг. До свидания. Литера Терра с Григорием Аросевым это путеводитель по литературе. Десять минут в неделю короткий, но емкий разговор об одном из писателей, немного биографических сведений, рассказ о наиболее важных книгах, рекомендации к прочтению. Слушайте программу Литера Терра по средам и воскресеньям в 19.15 на радио «Русский Берлин». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова